Да, все сгорелось. Привет всем! Доброе утро! Доброе утро! Последний день челленджей, посвященный Мейкер Кэмпу 2020. Самый страшный, самый опасный. Очень опасный. Я очень желаю за вас. Но при этом простой до безобразия. Так, сколько нам уже людей подключилось, Федь? К нам подключилось. Я вижу, Ксюха подключилась. А что нам делать? В какой-то тусовке подключились. У них там вечеринка, Федь. Вечеринка? Ну, вроде как мы договаривались, что они будут вечеринку делать. Вот этот мистер Крипер, Стив и банда с тыквами, они сказали, что будут держать дистанцию не менее полутора-двух метров между друг другом. Поэтому там все нормально. И они, скорее всего, даже в масках. Просто эти маски такие красивые, что они как будто это их лица. Так что мы вроде в законе, как бы все правильно делаем. Теперь про ракет. А, про шар. Приятно, что сегодня столько людей включили камеры. Ого, Федя, что это такое? Это моя сильная новая прическа. Я пытался утром побриться, и у меня соскочил коннектор вот такой вот. И когда я делал вот так движение, коннектор улетел, и у меня прям так машинка прошла такой полоской. Попробуем проапгрейдить. Так же, как и все, что можно проапгрейдить. Мейкерство ли это, Федя? Не уверен. Так, теперь про задания. Ракеты. Ракеты. Будешь показывать демонстрацию? Никакую не буду демонстрацию показывать. А можно я тогда покажу демонстрацию? Сейчас, подожди. Да, можно. Сейчас тогда я закрою файл. Пишите пока в чат вопросы, которые у вас есть. Вот кто-то написал вопрос, что мне делать, я вижу. Что мне делать? Да. Так, значит, что я хочу показать в демонстрации экрана? Я в демонстрации экрана хочу показать наше задание на сегодня. Объясните, почему он называется «Поехали». Они потопали, покатили, пошли или попрыгали. Полетели. Полетели близко. Поехали. Но, в общем, жалко, что не в кавычках. Юрий Гагарин. Респект. Слетал. Молодец. Был первым. Наш космонавтика. Могучая. Первый на Марсе? Первый на Марсе. Это кто-то написал в чат вопрос? Это я спрашиваю. Не-не-не. Первый не на Марсе. Первый, кто вылетел за границы атмосферы и попал в космос. В общем, поэтому, когда он взлетал, он сказал фразу «Поехали». Будет очень круто, если вы во время своих тестовых видеозапусков тоже будете говорить фразу «Поехали» и после этого заснимите запуск ракеты. Если я не ошибаюсь, в инструкции написано, что что-то такое надо сказать перед запуском. О, классно. Хорошо. Ну, в общем, говорите перед запуском что-нибудь, что вам удобно и что вам хотелось бы сказать. По заданию, как бы, в принципе, методов создания девайсов очень много и способов тоже. Есть большой момент, связанный с тем, что как запустить ракету при помощи какого устройства. То есть ракету сделать вообще достаточно просто, элементарно. А вот механизм, который бы корректно запустил ее на дистанции… Ну, кстати, мы сразу начали говорить про водяную ракету, Федя. Важно сказать, что сегодня вам есть на выбор, мы сделали два вида ракеты. Одна из них водяная, более сложная, про которую Федя сейчас рассказывает. И вторая более простая, воздушная, которую проще сделать. Да, правильно, как бы и под то, и под то решение в стем-коробке есть материал для того, чтобы сделать прототип пусковой установки. Воздушная попроще, водяная посложнее. Клеевые пистолеты, ой, патроны для клеевых пистолетов, надеюсь, остались. Должны были остаться, мы говорили об этом много раз. Будут, как он называется, заюзаны, качественные. Если нет, то это будет интересный квест для вас. Эндермен, ты куда пошел? Вернись обратно, ты должен дослушать. Или ты пошел уже работать? Кто пошел? Эндермен, вот вижу из тусовки, вот этот черный, здоровый, с фиолетовыми глазами. По-моему, он только что пошевелился, я видел, как он пошевелился, собирается уйти. Не в форме, упало только что. Спать хочешь, наверное. Кто-то упал даже, наверное, да, еще не проснулись до конца. Так, что еще про ракеты? Еще сейчас покажу небольшую презентацию с парой вопросов. Может, кто-то сможет ответить на них, а может, никто не сможет ответить. Если никто не умеет разговаривать, то отвечать будет Игорь, потому что... Чат пишут, Федор, га-га-га, смешная прическа, как я говорил, на лысо. Спасибо, спасибо. Не понятно, кто написал? Мне кажется, это Денис. Ладно, а, Денис, окей, Денис, привет. Спасибо, что отметил мое качество стрижки. Прям все, все, все. Так, презентация. Поехали. Челлендж с запуском ракет. Бла-бла-бла. Нужно сделать самим ракету, прикрепить, возможно, к ней крылышки. Я уже начал делать вот такую штуку со светодиодной лентой, которая будет у меня в виде... Петь, ничего не видно, потому что сейчас на маленькой картинке, очень маленькой... Окей, окей, не видно. Вот я сделаю такую гирлянду, которую прицеплю к ракете, когда она будет взлетать, чтобы она светилась, и издалека была видна. Это безопасно? Ну, я думаю, что да. Если только батарейка не отлетит и не кому-нибудь в лоб. Но мы уйдем на безопасную территорию, там, наверное, будет... Мне кажется, не очень безопасно. Надо будет продумать очень хорошо этот момент. В нас она, если только попадет. Но мне после своей стрижки это не страшно. Не страшно. Так что клейте рули, клейте какие-нибудь конусы в начало. Пытайтесь что-нибудь интересное придумать, задекорировать как-то классно. Я знаю, как я буду декорировать, никому не скажу, увидите на видосе. Теперь вопрос. Вопрос простой. Игорь Яныч, так как единственный человек, кто разговаривает сегодня, это ты? А в чат, я так понимаю, люди без компьютеров, которые у нас сейчас в аудитории сидят. Особенно вот девочка, сидящая на людях. Я даже не знаю, какой ее зовут. Жалко, что ты не можешь представиться в чате. Это Ксюха. А, это Ксюха, окей. Ксюха. В общем, если вы сможете написать, конечно, напишите. Но, как бы, вопрос следующий. Какая скорость у ракеты SpaceX Falcon Heavy на высоте 100 километров от поверхности Земли? Когда она взлетает и летит куда-то там далеко? Игорь Яныч, есть идеи? Чат, давай подождем, что в чат напишут. Давай, давай, подождем, что в чат. Давай 30 секунд даем, чтобы вдруг все-таки кто-то гипотезой либо посерфит быстро и найдет ответ. Марган написал 1000 километров в час. 1000 километров в час. Не, 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 больше, больше. Марвин, а вот что, по-моему, Колин тоже. Какие-то у нас американские люди, дети появились. Может, это не Колин, а Ку... Это Коля. Коля, Коля. Коля, да. Коля написал 8250 километров в час. Так много, небега себе. Давай, Игорь Яныч. Давай правильный ответ, ладно. Какой правильный ответ, говорите? О, сейчас я покажу правильный ответ. У меня подсказки здесь нужно подсветить вот так вот. Примерно 11 тысяч километров в час. Ого. То есть на высоте. И она дальше разгоняется еще там до... То есть есть термин первая космическая скорость, вторая космическая скорость, третья космическая скорость. Кому интересно, посерпите, посмотрите, что это такое. Первая — это та скорость, которой необходимо придать ракете, чтобы она вышла на орбиту вокруг Земли. Меньше, если она все равно упадет, и ракета будет баллистической. То есть она взлетит и упадет куда-то на Землю. А если вот преодолеть, ну, развить эту скорость, первую космическую скорость, то когда ракета вылетит на орбиту и будет летать по орбите. Нам сегодня это не надо. Что, про ракеты не надо? Нам это не надо. Нам такая скорость сегодня не нужна. Хорошо. Скорость не нужна. Нужна осторожность, внимательность и контролирующие органы в виде ваших помощников и родителей, или кого-то еще саппортов. Второй вопрос такой. Какой рекорд по высоте для ракеты на водяном топливе? По высоте? Да, на какую высоту летела ракета максимально из существующих сейчас, которые были, запускались и так далее и тому подобное. Гипотеза, гипотеза, пожалуйста. Может кто-то найдет ответ. 500 метров пишут. 500 метров? Нет, нет, нет. Этот размер ближе к башне Буржа-Халифа, по-моему, как это так называют. Бурж-Халифа. Бурж-Халифа. В Арабских Эмиратах. Ближе к ней. Так. Есть еще ответы? Давайте, варианты в чат, пожалуйста. Федя там не написал ничего, там Федя должен был написать. Я вроде знаю, что он шарится в высоте Бурж-Халифа. Сейчас, сейчас. Нет, не пишет? Что-то нет. Ладно, наверное. А, может, Мишаня? Мишаня, тот, кто у нас... Суперкрутые поделки делает на циркулярной пиле. Тоже не пилит? Тоже не пишет ничего? Молчат. Что? Молчат. Сегодня только узнают, на какую высоту взлетает. А, я понял. Давай, говори ответ. Может быть, они подьют сами этот рекорд, но, опять же, мы не рекомендуем этого делать. Лучше не стараться, потому что вот эта ракета на картинке, это именно та ракета, которая установила этот рекорд. Рекорд 960 метров. Почти километр? Да, есть видос. Не знаю, может, приколю ссылочку на презентацию, может, кто-нибудь в чат выложит, когда все это будет происходить. И посмотрите сами. Смысл в том, что настолько круто это все происходило, что прям фантастика какая-то. Могу короткий видосик показать. Как они замерили высоту? Ну, они стоят, наверное, как бы электроника, которая, видишь, камера есть на ней, которая контролировала альтиметр, наверное, как он, как это называется. Ну, да. Ну, и тут рассказывают, как они запустили. В общем, вначале она, конечно, очень быстро разогналась, прям вообще. Это, конечно, не самолеты, но на воде очень прикольная история. Но она и потом быстро разогналась просто. Чем дальше от земли, тем меньше видишь скорость. Да, окей. Так, что еще у нас? У нас есть еще несколько вариантов с пусковыми установками. Вот эта пусковая установка лучше из того, что я видел своими глазами. Ничего не понятно. Она стоит денег, она не водяная, она воздушная. Сколько она стоит такая? 125 баксов. 125 долларов. У нас не продают, продают в Америке. Я мечтаю себе заказать и купить, что у меня такая была, потому что это реально фановая история. Вместе с ракетой? Нет, ракеты ты сам делаешь. Ракеты делаются с бумаги, бумаги скручиваются в трубочку. Диаметр трубочки, как вот на ракете, которая надевается на пусковой механизм, ну, спускательный механизм, накачивается при помощи насоса либо компрессора, и по нажатию кнопочки открывается затвор, держащий давление. И моментально удается из вот этого цилиндра давление, которое пускает ракету на 100-150 метров, может, при идеальном условии ракеты взлететь очень высоко. Просто ракета делается за 10-15 минут, выстреливает очень высоко, вообще крутая штука. Я вижу, кто-то захотел уже взлететь, он в чате, да, пишет, что я хочу-хочу взлететь в такой ракете. Крипер, по-моему. Окей. Крипер — это он тот зеленый, я его лично видел где-то даже. В общем, я не знаю, можно ли сделать в формате DIY такую штуку, но это проект группировки MakerFlare, иностранная команда, которая развивает мейкерство по всему миру. Это вторая версия этой пусковой установки, у них была первая. То есть, скорее всего, они изначально ее придумали, как сделать из подручных средств, потом проапгрейдили, допилили до полноценного функционального девайса, и сейчас его продают как готовое решение. Класс. Это к тому, что если вы сможете придумать свое какое-нибудь прикольное решение по запуску, ну, по launchpad, типа пусковой установки, то это крутая штука, которую можно как-то монетизировать, превращать в какую-то модель для того, чтобы, о, получилось нестандартное решение, можно как-то сделать бизнес-проект, на самом деле. Вторая установка, это то, что я нашел, ну, это дуэт-юселовская установка, здесь максимальное количество манипуляций, которые, возможно, при создании, по-моему, девайса сделаны. Тут есть... Очень сложно. Очень сложно, скорее всего, нереально, но это завораживающе выглядит. В общем, есть оттягивающие... Что? Чем это хорошо? Чем она хорошо? Она выдерживает высокое давление, то есть она круто отрабатывает, с легкого дергания веревки. Давление можно качать по... Я даже не знаю, какое-то еще мощное давление может выдержать. Ну, и стабильно работает. Водяная или воздушная? Нет, это водяная. В общем, это водяная, она прям как бы... Ну, собирать ее тяжело. Там есть и пайка медных труб, и всякие какие-то крутилки, и болгарки, в общем, для тех, кто реально... Хватит, хватит. Окей, продвинутый пользователь, они, может быть, понравились бы. Ну, в общем, по презентации у меня все. Так, вопросы, вопросы. В общем, мы вроде вырубнули... Смотрите, ключевые моменты, когда вы будете делать ракету. Сначала выберите, посмотрите все видео, которые есть по ссылкам, и поймите, что вы хотите делать, что вам реально сделать. В обоих ракетах очень важна герметичность. Когда вы будете делать ракету воздушную, вам важно замотать герметично все швы, и у вас есть бумага в наборе, из которой вы будете делать корпус ракеты. Вы оборачиваете эту бумагу вокруг трубки, из которой будет осуществлять пуск, и аккуратно заматываете скотчем, так, чтобы она не была зазоров, чтобы все прилегало. Я пошел делать закрытый. Спрашиваю в чате, что такое герметичность. Герметичность – это когда у тебя нигде не проходит воздух, то есть есть некое соединение, и ты заливаешь его либо клеем, либо скотчем заклеиваешь так, что воздух нигде не проходит наружу, чтобы все было плотно и не было никаких дырочек. Уделите большое внимание именно герметичности как с воздушной ракетой, так и с водяными ракетами, потому что с водяными ракетами особенно вы будете накачивать большое давление, и любой какой-то плохо заклеенный шов или соединение, оно в итоге может просто прорваться, и не получится хорошего старта, потому что не получится накачать нормальное количество давления. С водяными ракетами внутрь мы наливаем примерно… Сколько воды, Федь? Я бы начинал… То есть здесь можно экспериментально попробовать определить, какой объем лучше наливать, но одна треть, наверное. Примерно одна треть, чуть больше. Вот. Обязательно посчитайте… То есть у вас двухлитровая бутылка, то вы наливаете 35 литров туда. Литров? Ну, если двухлитровая бутылка, то у нее идеально налить 35 литров, потому что… Миллилитров, наверное. Миллилитров? Двухлитровую 35 литров, Федь. Да, можно сжать очень плотно воду, и она сожмется. Хорошо, хорошо. Мне нравится. Попробуем сегодня. Да, если кто-то сможет сжать воду, тому, я так понимаю, дадут какую-то награду гигантскую. Кто-то. Ну, в общем, одна треть… Кто уже это сделал? Давай лучше… Не двухлитровую бутылку, а вот трехлитровую бутылку. Треть от трехлитровой бутылки – это литр. Вот литр налили в трехлитровую бутылку, и это полетел. Треть от литровой бутылки – это 33 миллилитра. Ну, посчитали. Я видел, что Крипер уже сказал… Ой, не Крипер, Эндермен сказал, что он уже уходит, и он ушел недавно. Уже, говорит, пошел делать ракету и ушел. Нормально. Что еще? Герметичность рассказали. Что важно еще? Безопасность. Обязательно прочитайте технику безопасности. Это действительно важно, потому что ракета взлетает очень быстро, и можно сильно травмироваться. Подумайте о том, насколько она безопасна, при падении. Это важно. Обязательно найдите вашу ракету после того, как она была запущена, и утилизируйте ее, или сохраните ее, чтобы не разбрасывать мусор везде. И то место, где вы будете запускать, предусмотрите с собой какое-то количество воды, чтобы вы могли сделать не один старт, а несколько, чтобы не было так, чтобы вы вышли в поле, все классно, один раз стартанули, не очень получилось, и у вас закончилась вода, и вам снова надо ехать за водой. Федь, что еще важное не сказал? Хорошая рекомендация, что взять с собой запас воды, чтобы он у тебя не заканчивался. Ты уйдешь на безопасную площадку, вода закончится, нужно где-то ее искать. Это правильное решение. Не запускайте ракеты, где-то, где плотно стоят деревья, дома, могут быть люди рядом. Не делайте острых наконечников или каких-то обтекателей, которые могли бы травмировать при взлете или падении. Всегда следите, как человек, отвечающий за запуск, за тем, что у вас происходит на площадке, чтобы все люди понимали ваши инструкции, отходили назад и не присутствовали в зоне старта. Есть пункт в инструкции, что было бы классно, если бы вы сделали устройство удаленного запуска на вашей установке водяной ракеты. Это означает, что вы не стоите рядом с установкой, а есть некое устройство, где вы находитесь на расстоянии, и чтобы отпустить запуск, не надо подходить и делать. Нужно заранее там либо сделать систему тяг, веревочек, которые потянут за наконечник, он откроется и вылетит ракета, либо сделать какую-то, бывают планки, которые нажимают и тоже освобождают клапан. Можно придумать, есть несколько вариантов видео, которые у вас есть в листе. Вот, что-то еще хотел сказать. Федь. Ну, у тебя вот есть даже в задании таблица давления, которая говорит о том, насколько нужно накачивать, чтобы... Да, не переборщите с давлением. Путылка может разорвать. Взлетали или не взлетали. То есть тут к герметичности и к качеству насоса. Некоторые насосы не смогут выдать больше определенного параметра давления. Некоторые сборки не смогут выдержать больше определенного давления. И то есть чем качественнее вы сделаете соединение, Игорь про это говорил, тем больше шансов, что ваше изделие выдержит больше давления, тем сам взлетит выше. Но гнаться за высотой, наверное, не стоит. Стоит гнаться за тем, чтобы она просто взлетела. И безопасно это будет. Классная история из допов. Это сделать парашют, который будет открываться, когда ракета взлетит, чтобы на нем ракета опускалась. Это прям очень здорово, если у вас получится. Инструкция тоже есть в вашем листе. Да, и в Ютюбе много тоже решений, связанных с парашютами. Есть открывающиеся, есть там с пиропатронами, но пиропатроны вряд ли сможете. Но пружинки там ставят. В общем, куча разных решений. И, насколько я помню, что условия, значит, проблема сегодняшней заключается в том, что вам нужно обязательно, чтобы взрослый участвовал в моменте, как минимум, запуска вами этой ракеты. То есть нельзя делать это без взрослых. Да, важный момент. Понимаю. То есть, как бы создание, конструирование вы можете попробовать самостоятельно отработать, а в момент отчетного запуска лучше, не лучше, а нужно проводить с кем-то, кто может помочь вам проконтролировать безопасность на вашей площади. Инструкция по технике безопасности, которая у вас есть в листе, это, по сути, переведенная, мной немного дополненная инструкция техники безопасности, которую опубликовала на своем сайте американская компания NASA. Кто-нибудь знает, что такое NASA? Нашдак, вот пишут люди. Нашдак? Нет. Нашдак, абразив. Абразив. Начинается. Кружка. Нет, все, 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 заканчивай, отключай комментарии. Акдези. Это американский аналог нашего Роскосмоса. Вот. И они делают целую, как это сказать, продукт или... Ну, у них есть направление, посвященное, как бы, развитию ракетостроения как детскому, как какому-то промежуточному. Также у них есть большие направления, связанные именно с вопросом мейкерства и решения технических задач из гаража, из разных, как бы, хлама сделать задачи, выполнить, ну, решить задачу, которую, как бы, невозможно решить, используя технологически крутые девайсы или какие-то вещи, связанные с заводом или предприятием. В общем, если вам будет интересно, посмотрите их сайт. Это несложно найти в интернете. У них есть разные виды активности, разные виды обучения челленджов. Тоже STEM, там связаны очень много с ракетами, конструкциями и другими штук, именно рассчитаны на детей. Там можно очень много классных материалов найти. Они являются спонсорами многих, как бы, активностей, как в Америке, так и во всем мире, на самом деле. У них есть гранды, которые... У меня есть знакомые ребята, которые из России поехали по грандам, программировать что-то... не знаю, сначала к ним, потом к Калифорнику, куда-то ехать. Так что... Это просто классный ресурс, где можно посмотреть какие-то интересные вещи. Да. Что вы еще не сказали про ракеты, Федь? Про ракеты... Я не знаю... Вроде все сказали. Момент каверзный у меня. Когда вернется на Землю Dragon, этот... Space Ship, который болтает с его МКС, и... как бы... Сможет ли он вообще вернуться? Живая я просто. По поводу ракет, кстати, хочу сказать, что есть как суперпростые варианты водяных ракет, которые мы с вами сегодня пытаемся сделать, так и есть прям профессиональные ракеты, которые используют тот же приз. Тот же водяные? Ребята? Нет, с теми же самыми водой, но просто они заморачиваются, они делают, может быть, несколько ступенчатые ракеты, ставят там рекорды, скорости, рекорды, высоты, прям делают команды, где они там год или больше делают, одну ракету собирают, тестируют. Эта история может быть как просто, чтобы поразвлечься, сделать какую-то ракету, так можно в этом русле развиваться, придумывать, усовершенствовать, делать лучше, лучше, лучше. Вот ссылка на видео, первое, язычное, которое у вас есть в листе, там это канал целого сообщества людей, которые со всей Европы и Америки собирают видосы и делают инструкции, делают челленджи, все время делают разные-разные ракеты, пусковые установки, совершенствуют. Это огромный-огромный мир, если вам понравится, вы можете участвовать в всем этом и делать всякие-таки клевые штуки. Ну да. Ну что, народ потихоньку отваливается, тоже заканчиваем. Да, наверное, да. В общем, желаю вам классного... Нет, вопрос нет, а можно я подожди, да я еще покажу один видосик, просто прям вот один видосик. В общем, здесь ребята в гаражах и по домам сделали полноценную ракету. Сейчас вы посмотрите, как она будет. Полноценную? На воде? Полноценную. Что? Да, надо заканчивать, ведь у нас сейчас время закончится и выключится. будет короткий ролик на полторы минуты. Сатурн-5! Это ракета, которая вывела миссию Аполло-11, Аполло-12, Аполло-13 в курне. То есть, это тусовка людей. А? Будь потише. Тусовка людей, которая на локации одного города собралась и решила сделать в гараже портотип летающей на реактивной тяге ракеты Сатурн-5. Они на районе собрались люди таких рукастые говорят, что сделаем? А давай сделаем ракету. Ну, сделали ракету. И смотрите, сейчас она налетит даже! Йоооооооо! А куда она упадет, петь? Ну, они там согласовывали. Она высоко не взлетит. Она как она далеко летит. Вот она все. У нее топливо закончилось, она все дальше не летит. А парашют будет? Парашют класс! Так что вот так вот. Потому что если такая штука упадет куда-то на город, на дом и на кого и вот это будет классно. Они на аэродроме запускали, вот так. Ура! Отлично! Друзья, мы были очень рады вас всех видеть. Хоть вы сегодня и в формате лего-человечков. Вот. Мы желаем вам классного дня. Обязательно повеселитесь, максимально повеселитесь из того, что вы сегодня будете делать. Это очень фановое мероприятие. Желаю вам классных запусков. Можем будет жара, чтобы вы водой обрызгались, чтобы вы промокли. Потому что я мечтал сделать батл из брызгалок в рамках этого челленджа. Хватит, остановись. Но хоть как-то, но вы попробуйте забрызгаться друг к другу. мероприятие мы должны были тоже вживую делать площадки, куда вы приходите и тестите вашу ракету там. Но, к сожалению, не получилось это сделать. Ну, ладно, все, спасибо всем за первый этап. Вы крутые, молодцы, респект вас. Все, классного дня. Улыбайтесь, хорошего солнышка. Пока. Улыбайся, улыбайся, улыбайся. Федор, заканчивайте, заканчивайте. Пока.